Китайская студентка Хью Джин Джи приехала на учебу в Калининград больше двух лет назад. За это время она отлично освоилась. Девушка хорошо говорит по-русски и уже знает многое о нашей культуре. Правда, как минимум одна вещь ей до сих пор непонятно. Каждый год в середине января калининградцы начинают отмечать праздник, который вроде как был совсем недавно. Для меня очень странно на самом деле, потому что здесь, как на первого января, люди очень торжественно праздновали. А почему-то завтра опять Новый год какой-то. Мне вообще непонятно, как Старый год или Новый год. Это какое понятие не имею. Такая путаница в новых годах объясняется разной системой исчисления. 99 лет назад, когда наша страна перешла на Григорианский календарь, церковь продолжила жить по-старому, Юлианскому. Так что сегодня для православных как раз наступает Новый год. В этот день верующие отмечают День обрезания Господня и День памяти Василия Великого. При этом, как рассказывают священники, 13 января хороший повод еще раз подвести итоги прошлого года. Люди задумываются, вольно или невольно, о каком-то начале Нового года. Пусть как бы в втором Новом годе, это втором начале, но тем не менее. Все равно такие мысли у них возникают. А такие мысли бывают полезны в том, что люди начинают задумываться о каких-то итогах. Для того, что было, да, а о планах на новый год какой-то. Поэтому это, в принципе, хорошее дело. По большому счету, хуже, когда мы ни о чем не думаем. Живем бездумно, как нас несет по какому-то жизни, и мы не понимаем, что с вами происходит. Для большинства же россиян Старый Новый год – дополнительный стимул отдохнуть и продлить новогоднее настроение. Если для вас праздники уже закончились, и вы убрали елку в ящике или чулан, самое время достать ее обратно. Если даже новогоднее дерево еще стоит, вы можете снять с него все украшения и нарядить заново. Такая традиция отмечать Старый Новый год появилась совсем недавно. К слову, во времена СССР к празднику относились серьезнее, чем сейчас. Историк Сергей Рымболович вспоминает, во времена его детства 13 января обязательно отмечали и взрослые, и дети. Потому что люди старшего поколения по привычке чтили все праздники по юлианскому календарю. Мы почему-то ждали этот день. И со школы мы стремились домой, все менялись впечатлениями. Сегодня Старый Новый год. Это другой Новый год. Это особенный Новый год. Это волшебный, потому что такие подарки, которые дарили наши бабушки и дедушки нам, не были ни 1 января, ни тем более 7, которые мы не знали. Несмотря на то, что Старый Новый год – праздник относительно молодой, он уже успел обрасти народными приметами. Так, если в этот день на ветках лежит много пушистого снега, значит летом будет хороший урожай меда. Если на небе отчетливо видны звезды, значит в этом году получится сорвать много ягод. И наоборот. В народе ночь с 13 на 14 января называют Васильев вечер или Щедрый вечер. В этот день на столе должно быть много вкусной еды и обязательно свежая каша. Также в Старый Новый год проветривают помещение. Считается, что если в жилище войдет свежий воздух, он унесет все плохое. Впрочем, Старый Новый год отмечают далеко не только в России. Праздничные застолья и гуляния проходят в странах бывшего СССР. А еще, например, в Сербии. Там 13 января даже называют Сербско-Новагодина или Сербский Новый год. Эта ночь считается особенной даже на других континентах, например, у племен берберов из Северной Африки. Этот народ попросту не перешел на григорианский календарь с Юлианского, так что сегодня у них настоящая 31 декабря. Кстати, разница между разными системами летоисчисления из-за астрологических неточностей с каждым годом постоянно растет. И уже после 2100 года будет составлять 14 дней, а не 13. В России же в следующем году праздник отметит свой 100-летний юбилей. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город.